Если в этом новом году у вас дома, как, например, у меня, а не у Миши, стояла натуральная ель, то после старого нового года пора от нее избавляться. Да, обязательно. Но прежде чем ее выкидывать, как мы уже поговорили, можно использовать ее в разных и разных и разных ипостатях, скажем так. Еще есть один очень важный момент. Один очень важный момент, ага. Хорошо, я уже прям напрягся. Аромат натуральной хвои очень хорошо действует на метеозависимых людей. Так что если вам тяжело переживается наступление ярославской зимы, как я знаю тебе, Миша. Мне вообще все тяжело. С учетом того, что на моей родине сейчас минус 40, а здесь минус 15, я чувствую себя, как будто я уехал на курорт. Да. Везет тебе. Так вот, собственно, если ты чувствуешь себя плохо в те самые перепады температуры, как большинство, мне кажется, наших ярославцев. Согласен. Все-таки тяжело ощущается, да, перепад в 15 градусов, резко. Резко. Да. И все. У кого-то начинается мигрень, у кого-то еще что-то. Так вот, примите ванну с хвойным ароматом, и тогда жизнь ваша станет лучшей. Это как бы один из возможных вариантов, да, улучшения своего здоровья. Ну а какие еще есть варианты, мы сегодня это и обсудим. Но обсудим не просто с Катей, потому что мы не специалисты в этой области. К нам сегодня пришел настоящий специалист, замечательный врач Центра медицинской профилактики. Это Татьяна Селезнева. Самое доброе утро вам. Доброе утро. Самое доброе утро. Встречаем утро с улыбкой и разговариваем о таких вещах, как... Метеозависимость. Очень серьезные, очень актуальные вещи, по-моему. Мне понравился ваш рецепт, очень замечательный, абсолютно. Проходим на ванну? Да, абсолютно с вами согласна. Ну, во-первых, я скажу, что такое метеозависимость, да? Угу, конечно. Это неадекватная реакция человека, человеческого организма на изменяющиеся условия окружающей среды. Неадекватная реакция. Можно перепад атмосферного давления, да? Можно сразу вопрос? Вот вы говорите, неадекватная реакция. Она бывает у всех людей, даже у здоровых, или все-таки у людей с какими-то проблемами со здоровьем? Ну, конечно, у тех людей, у которых есть, например, какие-то сердечно-сосудистые заболевания, да, метеозависимость выражена гораздо сильнее. Это может выражаться в подъеме артериального давления, в головной боли, в головокружении или усилении этих симптомов, да? Поэтому этим людям в то время, когда вот прогноз погоды они слушают, да, и говорят ведущие, готовьтесь, будет или магнитная буря... Я поняла, наконец, для кого мы рассказываем все это. Будет магнитная буря или резкое понижение температуры. Этим людям особенно нужно следить за своим здоровьем и особенно тщательно выполнять рекомендации лечащего врача по приему, в первую очередь, медикаментов, которые назначены им. Особенно, вероятно, вот в эти времена перепадов, потому что когда зима наступает и когда зима отступает, это вот самые-самые сложные периоды. Тяжело, меняется атмосферное давление, в связи с этим меняется тонус сосудов, и люди с хроническими заболеваниями, конечно, очень чувствительны. Хорошо, если поговорить о простых, о самых простых, в принципе, здоровых людях. Ну, относительно здоровые люди, они тоже подвержены метеозависимости, очень многие жалуются, да, на изменение самочувствия, на ухудшение самочувствия. Поэтому, как ни банально это звучит, но здесь несколько простых рекомендаций. Во-первых, это соблюдение режима дня и достаточный отдых, и достаточный сон. Да, то есть, чтобы был так называемый динамический стереотип, нужно очень тщательно организовать свой труд и организовать свой отдых. И вовремя ложиться спать. Как это бывает? Вдохновение тяжело. Как это бывает? Понимаешь, сделать это бывает невозможно. И вовремя вставать. И вовремя вставать. Лучше раньше. Я где-то слышал такое, что на самом деле, чем меньше человек спит, чем раньше он ложится и чем раньше он встает, тем он, собственно, будет себя в течение дня чувствовать здоровее, крепче, и давление его не будет повышаться, понижаться. На самом деле, человек создан природой, как жаворонок. То есть мы должны... С заходом солнца. Да, да. Раз, на подушку. И хорошо ложиться спать все-таки до 11 вечера, потому что с 11 вечера до час ночи самый эффективный ремонт организма, и в том числе нервной системы. А нервная система управляет всем организмом. Ну, это центральный аппарат. И важно даже не количество, сколько вы часов проспали, но в среднем считается 6-7 часов, да, а количество полных циклов сна, которые вы прошли за ночь. А в среднем цикл полный. Да, примерно 90 минут. Поэтому... Кать, в общем, вы можете проспать 3 часа и выспаться. 90 минут в сутки. Понятно? 45 минут после эфира, 45 минут вечером. Все нормально. Давайте все-таки еще одну рекомендацию. Кроме соблюдения режима труда и отдыха и достаточного сна, я рекомендую заняться физкультурой. Вы знаете, физическая активность, она очень хорошо тренирует и сердечно-сосудистую систему, и нервную систему. И те люди, которые физически активны и регулярно занимаются чем-то, может это быть танцы, это фитнес, может быть аэробика. А есть ли разница заниматься утром или вечером? Разница есть, тут нужно свой организм почувствовать. То есть к метеозависимости и к каким-то общим рекомендациям это не меньше. Это не относится, но вообще во второй половине дня. Во второй половине дня лучше заниматься. Вечером после работы. Не поздно, не поздно. Да, часов в 6, на конечках, зимой, на свежем воздухе, на лыжах, на сноуборде. Вот умеренная физическая активность, постоянная, регулярная, она очень хорошо тренирует организм, в первую очередь сердечно-сосудистую систему. И таким образом человек лучше приспосабливается, его сосуды и нервная система лучше приспосабливаются к перепадам погоды, к перепадам атмосферного давления. А вот лично мне при перепадах температуры очень хорошо помогает вкусный чай. Вкусный чай. Понимаешь, это к чему я иду? Это, я понял, ты ведешь это к тому, что я уже достаю отсюда. Пусть Татьяна, пусть Татьяна Селезнева тоже помогает, хороший чай. Из-за стола подарок, который дарит вам наш спонсор, это чай Дольчевита. Чай Дольчевита, пейте, наслаждайтесь каждым утром. Благодаря нашему гостю Татьяне Селезневой мы сегодня узнали, что? Мы сегодня узнали, что, не, благодаря тебе, Катя, мы начали знать, что надо хвойную ванну принимать. А еще, что надо соблюдать режим, что там, режим сна, режим дня, режим работы, режим приема пищи, что нужно обязательно физически себя поддерживать зимой для того, чтобы не страдать и не быть метеозависимым, как некоторые. Поэтому что? За спорт, за активный образ жизни. Да. И на таком позитивном настрое мы продолжаем самое доброе утро.